Наш следующий участник явно вошел во вкус. Одной партнерши ему уже недостаточно. И ему сразу трех подавай. Да, если бы Алексей Ягудин был султаном, эх. Оксана Пушкина и Алексей Ягудин. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы попали в первую реминацию. Леша говорит, что это незаслуженно. Когда ты падаешь, тебе стоит 6-0. А когда ты откатал самую тяжелую программу за все эпизоды, на тебя абсолютно не оценивают. Поэтому я абсолютно не согласен с оценками судей. Мне кажется, есть... Загадай, загадай, чтобы нас не выкинули. Загадай. Не, надо положить на ладошку. Вот так загадать и как тряхануть снизу. Для меня каждая тренировка – это такой мини-праздничный концерт. Потому что я в своей жизни столько не смеялась, как смеюсь на тренировках. Ой, подожди. Давай. Ой. Ой. Подними меня сейчас. Сможешь? Тебе тяжело? Сейчас давай не будем. Вот сюда. Чего тебе тяжело меня так поднять? Уже что-то. Она для меня сделала очень многое на льду, в плане того, что я, поскольку никогда не катался в парах, для меня она открыла какие-то новые вещи. Именно в моей профессии. Это смешно. Я так смотрю на себя за стороны с ним, думаю, ну так неплохо смотримся. Ой, даже чуть-чуть, и кататься я начала. Как ты вот с утра завтрак в постель? Размечтался. Но когда мне мой любимый мужчина постал ревновать, я поняла дуэт, и пара получилась. Всегда, когда люди встречаются в этой жизни, то у нас какой-то такой барьер перед нами. Лёха, извини. Хорошо. Не-не. Извини. Для меня любое от тебя это в радость. В радость. Любой удар, там, поцелуй. А Метис бы надо, знаешь, как он бы сейчас сказал мне? Когда мы встретились, конечно же, я её знал по её передачам. Она, может, видела меня, как я катался. Ты понимаешь, сейчас её ударят. И всё. И будет последняя женская история Оксаны Пушкиной. Надо что-нибудь другое сделать. Я просто хочу таким, так корот сказать, просто мы стали хорошими друзьями. Я вчера в поле дебил доктор Паттен. Ну ты прибавил. Говорят, от нености до любви один шаг. Это произошло с нами. Встречайте, Оксана Пушкина, Алексей Ягудин. Думаю, вы помните, как в прошлый раз Алексей в конце программы всё-таки смог выполнить сложную поддержку на зубах, на жилах, что называется. Но сделал. Молодец. С тех пор прошла неделя и, надеюсь, прошла недаром. Если б я был султан, я б имел трёх жён, и тройной красотой был бы окружён. Но с другой стороны, при таких делах, столько бед и забот, ах, спаси Аллах. Неплохо очень иметь с три жены, но очень плохо с другой стороны. Как быть нам, султанам, ясность тут нужна? Сколько жён в самый раз, три или одна? На вопрос, на такой, есть ответ простой. И если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень, совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны. Хорошее выступление, сбалансированная программа. Удалось избежать Оксане и Алексею помарок. Отмечу, что костюмы очень яркие, безусловно, помогли раскрытию образа. Если вспоминать, опять же, прошлое выступление, оценки были не очень высокими. И Алексей был явно недоволен, если помните. Он в сердцах сказал, что мы вообще больше не будем выполнять поддержки. Потому что там была небольшая помарочка допущена, как раз при исполнении поддержки. Но в этот раз всё обошлось. Были и поддержки, были и другие сложные элементы. В общем, мне кажется, фигуристы могут быть довольны с сегодняшним прокатом. Ты забыла, какая поддержка у тебя там что-то? Я всё забыла, какая поддержка. Я всё забыла. Ура! Ура! И как кричалки выучили зрители. День попросил, разогналась. Успели разогнать. Это я успела. Это сделала. Я не видел, что я здесь сделала. Здесь сделала, я не видел. Но мы никому не скажем. Но это было видно? Нет, это было не видно. Да? Да. Теперь я тебе верю. Оценки Оксаны Пушкина и Алексея Ягудина за технику. 5-9, 5-9, 5-9, 5-9, 5-9, 5-9. На порядок выше оценки, чем в прошлый раз. По крайней мере, за технику. Блестящие баллы за артистизм. Три шестёрки. В сумме 11,8. Очень высокий средний балл. Но только четвёртое место. Вот такой высокий уровень соревнований у нас. У меня вопрос к Михаилу Куснировичу. Михаил, скажите, пожалуйста, вам понравился номер? И как костюмы? Красивые костюмы у ребят? Сами ребята очень красивые. Как они улыбаются и как они сами еще себе подпевают, этому можно только позавидовать. Мне кажется, что у Алексея, которого я еще помню в Salt Lake City, Алексея, его настоящий, честный, всегда правильный выбор. У него, в отличие от героя, по-моему, уже нет сомнений, сколько там иметь, три или одну. Он уже так абсолютно уверенно показывает, что сегодня его выбор очевиден. И Оксана, конечно, производит неизгладимые впечатления на всю нашу семью. Мы давно дружим, и вот эта отвага, эта решимость бороться и побеждать, это мы снимаем шляпу. Спасибо большое. Единственное, за что мы волнуемся, это как похудел Алексей Ягунин с начала момента соревнований, потому что мы теряем его просто на глазах. Согласитесь, Светлана Анатольевна. Нет, Ягудин худеет и худеет, он занимается просто, видимо, тренируется как следует, много поднимает Оксану, вот, и совсем у него мало времени для еды. Это ему очень идет. Ему очень идет, когда он худой. Он вообще раньше ничего, кроме стакана с соком, ничего не поднимал. А теперь он поднимает ее и носит на вытянутых руках. Я в шоке. Галина Борисовна. Я просто хотела сказать, что я сидела, вот, две программы перед телевизором, переживала очень за Оксану, потому что я хорошо знаю, болела за нее, но видела, что, как бы, ну, все недостатки, они были видны, ее страх, который она не могла перебороть, и все, и вдруг сегодня просто огромнейший, огромнейший шаг. Я тебя поздравляю, и партнера твоего, и тебя, это было очень хорошо. Путь был очевиден. Спасибо. Леша, ты сегодня довольна результатом? Сегодня немножко получше, но совершенства нет предела, будем дальше работать. И вот как заметили судьи, может, мы теряем Лешу в любительском спорте, но я думаю, что мы зато приобретаем Оксану. То есть все равноправно. Леша, а по поводу трех жен, серьезно? Жизнь покажет. Я контролирую этот процесс, не волнуйтесь, поклонницы, у нас пока все в порядке. Оксан, вы профессиональная телеведущая. Не жалеете иногда то, что вы участница, а не ведете наш проект? Я тебе так завидую, ты даже не представляешь. Честно. Спасибо, Оксан. Молодцы, удачи вам. Спасибо. Спасибо всем, ребят, спасибо, что оставили нас и дали нам возможность еще покататься.